Я бы предостерег Николу Почтияна, хотя я приветствую то, что он сумел удержаться с 2018 по 2024 год. Это уже было большое достижение, 6 лет быть у власти, правда с двумя, по-моему, отставками, но тем не менее, тем не менее, даже отставки показали, что он пользуется поддержкой народа. Теперь, что касается, не дай бог, ошибок, которые он может допустить, с учетом рекомендаций, которые поступают к нему из государственного департамента, скажем, из Европейского Союза. Это вполне нормальное явление. В Москве это называют указаниями из Вашингтона. Нет, это дружеские рекомендации. Любое правительство оставляет для собой право прислушиваться к этим рекомендациям или не прислушиваться. Но вот прислушиваясь к этим рекомендациям, Николу Почтияну, пожалуй, следовало бы уже давно, он опаздывает на 6 лет, провести иллюстрацию в Армении, провести, открыть архивы в Армении. Если бы это он проделал, я думаю, что это и не поздно и сейчас. Ну, в зависимости от того, что он сам думает по этому поводу. Но что даёт иллюстрация? Иллюстрация даёт демократическое основание для того, чтобы отсечь приход к власти тех людей, те структуры, которые уже проявили антинародность. Вот о чём идёт речь. Если бы провели иллюстрацию, то такие люди, как, скажем, Роберт Кочарян, его окружение, Серж Сарксян, его окружение, уже не могли бы претендовать на власть. Могли бы претендовать на власть люди далёкие от них. Может быть, и придерживающиеся их взглядов, но далёкие от них. Но это будет говорить о том, что они недостаточно харизматичны для лидера. А это уже не давало бы возможности поднимать на улице даже 200 человек. Сегодня они умеют поднимать карабахских армян, беженцев из Азербайджана на улице, обманывая их ложными лозунгами. И подогревая необходимость возвращения Нагорного Карабаха. Причём речь не идёт о возвращении беженцев на Горный Карабах. Почему? Потому что эти беженцы уже не доверяют России. Они требуют иных наблюдателей там, на что не соглашается их амали. Они требуют возвращения Нагорного Карабаха под юрисдикцию Армении. Вот в чём дело. Иначе говоря, новая война, новые потери, новые поражения. Но тут интересным моментом является ещё вот что. Я думаю, это очень интересно знать сегодняшним протестующим на площадях в Армении. Дело в том, что по уникальному стечению обстоятельств цели, которые преследует Роберт Кочарян, Гориим II, Галстанян, уникальным образом совпадают с целями, которые преследует Илхамалиев. Война в регионе. С этим же согласен и готовит эту войну очень давно Владимир Путин. Вот эта вот коалиция должна вас напугать. Иначе говоря, если Роберт Кочарян действительно печётся об интересах армянского народа, то он не может быть в коалиции с Путиным и Сухамом Алиевым. Вам не кажется? Я в этом уверен. Редактор субтитров А.Семкин